Товарищи, всем здорово! Вы на канале Автосовет. В этом видео речь снова пойдет об автодиагностике с помощью вот таких вот несложных адаптеров ELM327, которые подключаются к вашему автомобилю через разъем OBD2. А точнее, в этом видео я хочу наглядно продемонстрировать, как вот таким вот адаптерам, вопреки всеобщему мифу, можно повредить свой автомобиль. Мы смоделируем некоторую ситуацию, которая произошла лично со мной месяцев 8 назад, когда я пытался активировать некоторые скрытые функции на этом автомобиле с помощью вот адаптера ELM327 и программы CarScanner Pro, которую, как вы знаете, я уже рассказывал и делал инструкцию о ней, как активировать функции на автомобилях группы VAG. Ссылка на это видео будет в правом верхнем углу. Я вот тогда задумался, а что в Киеве можно сделать. Подключил ее, там оказалось немного функций, и тем не менее, кирпичей я в этот момент успел наложить, когда своими кривыми руками клацал в разные точки монитора, скажем так. На самом-то деле, многие очень, покупая вот такие адаптеры, а тем более не такие качественные, которые там с Китая заказывают за 300-500 рублей, думают, что с их помощью вообще, во-первых, автомобиль нельзя повредить, а только его можно настроить. И многие даже считают, что какие-то поломки, починить которые стоит достаточно много денег, вот этим замечательным адаптером за несколько сотен рублей можно вполне себе исправить. Я хочу вам рассказать о том, что если вы не совсем понимаете, что делаете, не разбираетесь в том, какую программу использовать в спаре с каким адаптером, не знаете английского языка, большинство программ либо переведены криво, либо они вообще все на английском, то лучше вообще не лезть туда. Поэтому берем адаптер, садимся в машину и пытаемся смоделировать ситуацию, которая произошла со мной полгода назад или там чуть-чуть более. Включаем адаптер, подключаемся через программу CarScanner и пытаемся... Значит, во-первых, посмотрите, чтобы вы понимали, у меня никаких ошибок на приборной панели вообще нету. К адаптеру, значит, мы подключились, заходим в пресловутую функцию кодирования и сервис. И тут, конечно, предупреждение эти все нужно читать в обязательном порядке. Здесь у меня на моем автомобиле доступно всего три пункта. Двигатель, трансмиссия, привод, сервисы и обслуживание, тормозная система. Для вашего удобства включил запись экрана и давайте продолжим во вкладке сервисы и обслуживание. Здесь нас встречает пять подпунктов. Четыре из которых достаточно безобидные и один, который может вас подсадить немного на очко, если в этом не разбираться. В общем-то, о безобидных пунктах я говорю о сбросе и уведомления о сервисе, виде обслуживания, пробега между ТО и временем между ТО. А вот самое интересное начинается на пункте калибровка АСП. В скобках даже написано, что это калибровка датчика угла поворота руля, но здесь не написано, что это абсолютного датчика поворота руля. Короче, когда мы на него нажимаем, то происходит следующая история. Вы сейчас на экранах видите, что у меня начинает моргать на приборной панели непонятный значок, где налисован руль и ладно, еще ничего, с восклицательным знаком. Этот значок, если просто его абстрактно загуглить, он может означать абсолютно несколько ситуаций, только одна из них, которая не является поломкой. Вторая история, связанная с разряженной батареей АКБ, третья с неполадками в рулевом управлении, с рулевой рейкой или с блоком управления и так далее. Короче, несколько ситуаций может быть, каждая из которых означает, что у вас есть какая-то ошибка и вам необходимо ехать на сервис. Так вот, человек, который сюда просто зайдет, вот я просто нажал и ничего дальше не делал, у меня появилась ошибка. И такой человек может на самом деле испугаться, понять, что он никак эту ситуацию не может исправить. Поэтому, если совместимость с вашим автомобилем даже написано, что подтверждена, но вы не знаете, что это значит, не лезьте туда. Это я еще вообще ничего не сделал, видите, я даже кнопку запуск не нажимал, у меня уже появилась. Если мы выйдем назад, вот эта херня и будет гореть. Просто вы можете не туда нажав, я вам демонстрирую, вот такая херня произойдет. Опять вот эти вот чувачки, которые до хера все умные, скажут, выключишь зажигание, включишь, все нормально будет. Выключил зажигание. Запускаю машину. Все равно, ошибка, друзья мои, сохраняется. Если нажать вообще кнопку запуск и что-то он там сделает, давайте посмотрим, что произойдет. Обращаем внимание, ты туда вот показывай. Загорелся значок ESP, вон он горит оранжевым, но зато рулевая погасла. При этом телефон, да видно там, при этом телефон пишет, что калибровка АСП, ну операция завершена, якобы с успехом. Нажимаю ОК, только он выходит в это меню, сразу же начинает вот эта херня опять гореть. Как вы можете наблюдать, никакое выключение зажигания в этой процедуре, к сожалению, не помогает. То есть необходимо либо знать, как отсюда выйти, либо произвести калибровку. Ее можно сделать стопудово правильно, в чем я точно уверен, с помощью только дилерского сканера, дилерского оборудования. Понятное дело, что ничего страшного в этом нет, но большинство людей спаникует, поедет к дилеру или в какой-то автосервис, оставит там от одной до пяти тысяч рублей за компьютерную диагностику, потому что всем же нужно будет определить, что действительно ошибки нет и так далее. Ну короче, на деньги вы попадете. И это я вам показал один из самых лайтовых, самых безобидных способов, как вы можете себе немного нервов сделать. Гораздо более интересная история нас может встретить в первой вкладке глобальной, которая называется двигатель, трансмиссия и привод. Нажимая ее, мы здесь видим много подпунктов. Первое, что касается сброса адаптации АКПП. Шесть ступеней, четыре ступени, почти на каждом автомобиле с автоматом будет доступна эта вкладка. В рамках этого видео я могу сказать лишь одну вещь, что если у вас коробка как-то начала явно некорректно работать, пинаться, еще какие-то симптомы, значит, издавать, о которых я уже говорил и описывал в одном из своих предыдущих видео, которое можно посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, то поверьте, починить простым нажатием на экране телефона трансмиссию, целый агрегат сложный, вы просто не сможете. Вы можете только навредить. Поэтому, если вы не знаете, что делать, вот в рамках пункта сброса адаптации АКПП, не нажимайте эту кнопку. Ждите появления моего видеоролика. Идем дальше. Дальше, на свой страх и риск, наверное, я попробую сделать тест, вот здесь вот, тест исполнительных механизмов Ignition Coil. Скорее всего, это связано что-то со свечами, с катушками зажигания, которое отключает тот или иной цилиндр, и у вас начинает мотор троить. Давайте посмотрим. У меня сейчас машина идеально работает, ну давайте второй цилиндр. Нажмем. Есть функция начать, есть функция прекратить. Выключим кондиционер, нажмем начать. О! Услышал? Я не знаю, был ли виден тахометр. Смотрите, давайте еще раз. На тахометр сфокусируйся. Чуть-чуть стрелка дергалась, но по вибрациям, именно по ощущениям было слышно. Еще раз, еще раз смотрим. Третий цилиндр пробуем. Видели? При этом я почувствовал, что машина начала троить. Видите, какая история? Я очень надеюсь, что из никаких чек-энжинов у меня не повылазит, потому что я очень не люблю эту историю. Потом сидеть опять. Я вам видосик тут записал на 10 минут, а я потом 2 часа сижу и раком под капотом смотрю, ничего ли у меня там цилиндры все ли работают. Следующий интересный пункт называется калибровка SAS, датчика угла поворота руля. Нажимая на него, мы можем увидеть, что опять загорается две рыжие лампы. Одна из них ESP, вот эта же система курсовой устойчивости, и вторая лампа ABS загорается. Вот такая вот история у меня на экране. Нажимаю кнопку запуск на телефоне. Бах, они пропали. Даже пропадает кнопка ручника, замечу. Все нормально. Смотрите, как только я выхожу, как только я выхожу из этого режима и нажимаю ОК, обратно все лампочки загораются. Но в рамках этого пункта здесь все хорошо. Мы просто-напросто выключаем зажигание. Включаем его, ну желательно погасить опять-таки бортовой компьютер. Включаем его обратно. И как вы можете наблюдать, никаких лампочек больше у нас не загорается. По поводу таких пунктов еще ладно, которые, в принципе, ничего страшного вашему автомобилю могут не сделать. Но, опять-таки, делаем первую пометку, что, во-первых, ПО, оно неофициальное. Это не та программа и не то оборудование, которым пользуются производители и официальные дилеры. Во-вторых, оно не стопудово проверено на конкретно вашем автомобиле. В-третьих, даже если вы погасите эти ошибки, далеко не факт, что у вас ничего не произойдет с этими элементами, в которые вы лазили с помощью этой программы. То, что вы погасили лампочку, это не означает, что ошибка полностью ушла. Далее, смотрим, что еще тут можно как навредить своему автомобилю. Тест вентилятора на низкой скорости, на высокой скорости. Что касается двигателя, точно так же, как с тормозами, я бы не стал вообще трогать. Потому что, ну, мало ли, вы вообще отключите вентилятор охлаждения. И ладно еще, когда зима, но когда летом, вы можете не успеть среагировать на кипящий мотор и поймать клина. Поэтому туда вообще не лезьте. Вот здесь интересная тема. Инжектор 1 Disable. По всей видимости, это отключение форсунок. При активации этой функции машина должна люто троить. Давайте посмотрим, что произойдет. Смотрим внимательно на приборку. Сфокусировались. И я нажимаю, значит, выключить, якобы выключить первый инжектор. Начать. Да, машина троила только что. Еще раз нажимаю начать. Например, уже не на первом, не на первой форсунке, а на четвертой. Смотрите на обороты внимательно. Я даже немножко приближу. В общем-то, другими словами, я добился, в принципе, по ощущениям такого же эффекта, как когда мы отключали зажигание на определенном цилиндре, только этот эффект чуть подольше длился. Если со свечой там полсекунды, буквально стрелка один раз дернулась, машина там тройнула чуть-чуть, то здесь пару секунд я чувствовал вибрации. Вы, конечно, нет, но мне кажется, по тахометру было видно, что там более одной секунды обороты понизились. Суть я вам, мне кажется, смог донести, что с помощью неверных каких-то движений вы в лучшем случае добьетесь какой-то люстры у себя на приборной панели. И в худшем случае вы действительно можете вот даже этим ПО, которое не является официальным, соответственно, его работа, ну, я бы не стал на месте этого разработчика гарантировать стопудовую работу на всех автомобилях. Поэтому он и пишет при входе в это подменю, что я никакой ответственности не несу за те действия, которые вы можете там наклацать своими руками. Друзья, я надеюсь наглядно вам показал, что вот эти адаптеры, а точнее ваши неловкие движения и манипуляции с ними могут испортить ваш автомобиль. И это я использовал достаточно качественный адаптер. А что говорить уж о тех адаптерах, которые вы можете купить, он вроде как работает, а по факту он там вам и в лучшем случае аккумулятор высадит, а в худшем случае какие-то не те сигналы в блоки пошлет. И вы потом будете очень много денег отдавать электрику на то, чтобы восстановить всю электропроводку, электрооборудование вашего автомобиля. Поэтому в обязательном порядке только делайте те действия со своим автомобилем, в которых 100% уверены. Даже, заметьте, в своих видео, где я рассказываю о том, как активировать функции, я всегда говорю, что ответственность только на вас лежит. Я лишь показываю просто в ознакомительном плане все эти видеоролики. И если вы не уверены в том, что делаете, или не готовы брать на себя ответственность за свои действия, то лучше вот эти адаптеры вообще не покупать и не лезть в свой автомобиль. Я надеюсь, видео было показательно и полезно. Если это так, ставьте лайки, также можно по координатам внизу поддержать мой канал, чтобы оставаться на плаву, чтобы стимулировало это меня делать для вас новые видеоролики, но исключительно по желанию. Всем спасибо за внимание и удачи! Спасибо!